Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный Telegram-канал Амаркетс с торговыми идеями, в котором каждый день, включая выходные, мы постим, размещаем дополнительный аналитический контент, вам помощь в принятии торговых решений. Сегодня на повестке экономического календаря заседание Европейского Центрального Банка. Решение по ставкам мы ждем в 13.15 по GMT. И традиционно через полчаса после этого в 13.45 состоится пресс-конференция главы Европейского Центрального Банка Кристин Лагард, которая будет говорить о перспективах национальной денежно-кредитной политики, о планах того, как будут корректироваться ставки в последующие периоды и о ожиданиях по инфляции, по экономическому росту в целом. Безусловно, важное событие мы за европейской валютой следим. В частности, накануне я рекомендовал рассматривать евро с точки зрения покупок. Кто же знал, что всплывет история с кредит-свиз и этот банк даже на плем-маркете показывал уже снижение на 25%. Но в то же время, друзья, эта идея была основана на контрасте монетарных политик и очевидности того, что американский регулятор, например, уже точно не пойдет на повышение процентной ставки на 50 байсных пунктов. Если мы посмотрим на экономический календарь, соответственно, на ожидание того, на какое количество пунктов может быть увеличена ключевая ставка европейского центрального банка, то там по-прежнему, даже несмотря на историю с кредит-свиз, значится то, что ставка может быть повышена на 50 байсных пунктов. То есть, в целом, фундаментальная идея основана на краткосрочном, спекулятивном, более выраженном интересе к евро, она никуда не делась. Сейчас пара евро-доллар котируется на отметке 1,06. Я допускаю, что если Европейский центральный банк сегодня все же не переграет и не выкатит решение, которое будет расходиться с ожиданиями рынка, то есть, если это решение будет на 50 байсных пунктов, то евро сможет неплохо отыграться против американского конкурента. Но это будет только лишь краткосрочная динамика, потому что, как ни крути, мы видим то, что панические настроения постепенно начинают охватывать и европейский рынок, и банки, которые столкнулись сейчас тоже с кризисом ликвидности, могут повторить судьбу отдельных банков США. То есть, это громкая история, которая тянется еще с конца прошлой недели. Мы ее обсуждали на прошлых брифингах. В целом, можем точно сказать, что волатильность по-прежнему остается выше средних значений. И каждый раз, когда я говорю о волатильности, это фактически призыв, друзья, еще один вам, чтобы вы контролировали риски, следили за загрузкой депозитов. Вот буквально вчерашняя идея по паре евро-доллар. Мы были почти уверены в том, что евро сможет локально оказаться активнее в плане восходящего движения, чем доллар. Но ситуация с тем, что банковский кризис перекинулся в Европу, все же расставила все на свои места и стала причиной нежелания трейдеров рисковать и тотального бегства инвесторов из риска, в том числе из европейской валюты. По поводу банковской системы США. Есть ли какие-то дополнительные новости? Ну, еще один день без банкротства, мне кажется, это хорошая новость. Но, как ранее уже отмечал, что, скорее всего, нам нужно подождать куда более длинный промежуток времени, последить за развитием событий и точно сейчас не говорить о том, что Соединенные Штаты Америки смогли избежать полноценного банковского кризиса. В Европе ситуация, в принципе, сейчас такая же, но единственное исключение здесь не было банкротства. Хотя отдельные банки прямо на пороге этого самого непростого явления. А кредит, я уже сказал, действительно, это банка, у которого серьезные проблемы с ликвидностью уже несколько лет. Вчерашняя новость о том, что один из главных кредиторов из Ближнего Востока исключила возможность дополнительного финансирования данного кредитного учреждения. Но это и отправило акции банков в затяжной нисходящей опеке. На премаркете серьезные потери были у многих крупных банков, торги стартовали, и мы помним, что вчера даже приостанавливали торговлю бумагами банков Юникредит, Финико Банка, ну и КСВ, соответственно, точно. Будут ли все-таки дефолты, я не знаю. Если они будут, друзья, здесь нужно понимать, это банки не третий сортного порядка, как бы, это не просто системообразующие, очень важные, это принципиально значимые банки для европейской банковской системы. Если, конечно же, проблемы уровня дефолта банкротства и прекращения деятельности затронутых, то банковский кризис может легко начаться в Европе, перерасти в полномасштабный характер и превратиться в глобальный финансовый экономический кризис. Ну вот такие вот условия, в которых мы сейчас вынуждены проводить свои сделки, нужно с уважением относиться к тому, что сейчас происходит, и несмотря на какую-то уверенность в том, что сейчас лучшее время для того, чтобы заработать на отдельных трендах, я по-прежнему призываю вас, друзья, рассмотреть такой сценарий и, может быть, принять для себя такую точку зрения, что иногда самое лучшее торговое решение – это вовсе ничего не делать. Если вы считаете, что турбулентность на рынках слишком высокая, поэтому лучше переждать в стране. Но если хочется торговать, у нас есть несколько сделок, за которыми мы следим. Это золото, которое прекрасно пользуется текущими условиями уязвимости всей мировой банковской системы на фоне жестких монетарных политик отдельных центральных банков и сохраняющейся экономической неопределенности. Вчера золото достигло нового локального максимума – 1937 долларов за тройском. Сейчас котировки 1913. Ну, что-то подсказывает мне, что при таких темпах роста, как вчера, мы можем легко протестировать и 1950 даже к концу этой недели. То есть, здесь, конечно же, длинные позиции в приоритете. Индекс доллара – 104.18. Ждем заседания американского регулятора на следующей неделе. Отмечу, что после выхода последних данных по инфляции и слабого отчета по роничным продажам накануне вероятность повышения ставки на 25 байсных пунктов прямо зашкаливает. И это доказывает то, что ФРС не пойдет на повышение ставки на 50 байсных пунктов. Но все равно мы сейчас легко можем заметить, что доллар даже без перспективы какого-то крайне жесткого подхода к национальной монетарной политике неплохо себя чувствует, потому что доллар относится к категории защитных активов. Если вы вспомните один из сценариев, которые я разбирал вам вчера, того, что может произойти с долларом дальше, этот сценарий, который предполагал выход кризиса за пределы США, на этом фоне, конечно же, доллар становится более интересным активом для инвестирования, чем его конкуренты. Прошу прощения. Что касается американского фондового рынка, 3942 пункта сейчас по S&P. Ждем, соответственно, развития нисходящей динамики и движения снова к уровню 3.800 и потенциально ниже. Доллар японская иена 132.74 мы шортили в расчете на то, что иена также будет отыгрывать интерес к себе, как к защитному инструменту. Какого-то обновленного фона непосредственно японского происхождения сейчас нет. Но сделка интересна с точки зрения того, чтобы удерживать короткие позиции с целью 130 иен за доллар. И рынок нефти. Я рад, что мы все-таки приняли решение закрыть позиции, потому что вчера нефть обвалилась почти на 10%. Минимальный уровень по Brent был на отметке 71,65. Опасения за перспективы роста мировой экономики из-за того, что сейчас происходит в банковском секторе США и Европы. Намерение Европы снизить потолок цен на российские углеводороды еще на 5 долларов. И данные по запасам нефти, которые показали рост запасов США, как от Американского института нефти, по их версии оценки, так и от администрации донистической информации. Нефть, разумеется, пока что не трогаем. Будем искать более оптимальные точки входа. Когда они появятся, я о них, друзья, обязательно расскажу. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.